Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 10 октября, Православная Церковь совершает память преподобного Савватия Соловецкого. Преподобный Савватий Соловецкий пришел в Кирилло-Белозерский монастырь в 1396 году, где принял иноческий постриг. Там он подвязался долгое время, беспрекословно исполняя все послушания. Смирение, кроткая любовь к братьям и строгая жизнь отличали преподобного Савватия среди других подвижников. Вскоре он стал тяготиться вниманием и уважением братья, и приходившись в мирян, и узнав, что на Ладожском озере есть каменистый остров Валаам, решил переселиться туда. Тяжко скорбя простилось братья Кирилла-Белозерского монастыря со святым старцем. На Валааме мирская слава также стала беспокоить смиренного старца. Между тем преподобный узнал, что на севере есть необитаемый Соловецкий остров. Он стал просить у игумена благословения поселиться там в уединении. Однако игумены и братья не пожелали расставаться со святым старцем. По указанию Божию, преподобный Савватий ночью оставил Валаамскую обитель и направился к берегам Белого моря. Когда он узнал от местных жителей, что остров находится в двух днях плавания, что на нем много озер и что на острове никто не живет, он еще больше возгорелся желанием там поселиться. Удивленные жители спрашивали у Беленного сединами подвижника, как он будет там жить и чем питаться. У меня такой владыка, отвечал преподобный, который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта. Некоторое время преподобный Савватий оставался в часовне, стоявшей вблизи устья реки Выге, в местечке Сороки. Там он встретился с подвязавшимся в отшельничестве преподобным Германом, и они вместе решили переселиться на остров. На Утлай-Ладье, помолившись Богу, старцы отправились по суровому морю и через три дня достигли Соловецкого острова. Подвижники поселились около Секирной горы, где водрузили крест и поставили келью. В суровых условиях севера подвязались старцы в течение нескольких лет и своими подвигами осветили безлюдный остров. И здесь порой враг человечества, дьявол, искушал святых старцев. Некий рыбак с женой, движимой чувством зависти, прибыл как-то на остров и поселился неподалеку от подвижников. Но Господь не допустил утвердиться мирянам рядом со старцами. Жене рыбака явились два юноши со светлыми лицами и высекли ее прутьями. Рыбак испугался, быстро собрал вещи и поспешил вернуться на прежнее место жительства. Однажды, когда преподобный Герман отправился по келейным нуждам на реку Онегу, преподобный Саватий, оставшись один, почувствовал приближение кончины и обратился с молитвой к Богу, чтобы он сподобил его причаститься святых тайн. За два дня преподобный доплыл до материка и в десяти верстах от реки Выге встретил игумена Нафанайла, шедшего в далекое селение причащать больного крестьянина. Игумен Нафанайл обрадовался встрече с преподобным, исполнил его желание и выслушал при этом рассказ о подвигах на острове. Простившись, они условились встретиться в храме на реке Выге. Придя в храм, святой старец молитвенно благодарил Бога за причащение. Он затворился в келье, находившийся при храме, и стал готовиться к отшествию в вечное селение. В то время к берегу пристал новгородский купец Иоанн и, поклонившись святым иконам в храме, пришел к святому старцу. Получив благословение и наставление, он предложил преподобному часть своего богатства и был опечален, когда услышал отказ. Желая утешить купца, преподобный Савватий предложил ему остаться до утра и обещал благополучие в дальнейшем пути. Но Иоанн спешил отплыть. Внезапно началось землетрясение, и на море поднялся шторм. Испугавшись, купец остался, а утром, войдя в келью для благословения, увидел, что старец уже приставился. Вместе с подошедшим игуменом Фанайлом они погребли преподобного Савватия в часовне и составили описание его жития. Это совершилось 27 сентября 1435 года по старому стилю. Через 30 лет святые мощи преподобного Савватия были перенесены преподобным Зосимой и братьей на Соловецкий остров и положены в Преображенском храме. В 1566 году мощи преподобных Савватия и Зосимы были перенесены в церковь, названную в их честь. Совместная их память совершается 8 августа по старому стилю. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Калистрата и дружины его, Гимнасия и иных, апостолов от 70 Марка, Аристарха и Зины, мученицы Епихарии Римской, преподобного Игнатия Глубокореченского Каппадокийского Игумена, священномученика Анфима Иверянина Митрополита Валашского, священномученика Петра Полянского Митрополита Крутицкого, священномученика Дмитрия Шишокина Пресвитера, священномучеников Германа Косолапова, епископа Вольского и Михаила Платонова Пресвитера, священномученика Феодора Богоявленского Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Субтитры создавал DimaTorzok